Итак, сегодня 31 августа. Доброе утро, 31 августа, 2011 год. Только что собралась, поехала покупать себе новую камеру. Называется GoPro Hero. Я, честно говоря, не совсем хорошо разбираюсь, что значит, какая разница между High Definition 720 и здесь будет 1000 с чем-то. Ну, в общем, я насмотрелась этой камерой. Конечно, потрясающая камера. Там стабилизатор великолепный. То есть, когда камера дергается, там это все плавно переедет. Ну, в общем, я не знаток. Я только видела, как работает этот камерой, видела эти видео. И, конечно, я... Я тоже хочу. Вообще, технику обожаю. Все, что касается фотоаппарата, все, что касается караоке, проигрывателей, там, видеомагнитфоны, когда-то раньше были. Я все это очень-очень люблю. Итак. Сейчас я поверну. Корнала свои волосики. Я пока валялась больная. Я каждое утро просыпалась. Коротка у кстула ножка называется. Подпилю ее немножко. Так и я коротка. Короче, короче, делала свои волосы каждый день. И да, это доделалось. А вчера посмотрела видео, я снимала. И такие прям лысенько просвечит. Ладно, попробую отпустить волосы. Но когда они растут, мне почему-то у меня прям руки тянутся за ножницами. Тик-тик-тик-тик-тик. Ладно. Итак, поехали. Вот это вот... Это Каррифорд мой любимый. Сегодня погодка такая опять же. 50% дождя, по прогнозам синоптиков. Такие тучки. Небо синее-пресинее. Просто синюшное. Я хотела сказать синюшное. Синюшные, да синюшные там у нас. Ладно. Значит, последние новые. Вот это я приближаюсь к перекресток и канала Кахачи, и Каррифорд. Вот она уже почти законченная церковь. Вот впереди громадная церковь. Я уже показывала. Ферст Баптист Чорч. Громадная, конечно, постройка. Там зал, где они собираются для молитв. Они не молятся, они поют песни. Это громадный концертный зал. Прямо вот настоящий концертный зал большой. Вот это вот здание водоканала, куда я каждый месяц хожу платить на водичку. Можно было, конечно, платить и через интернет, но мне нужно иногда двигаться и смотреть на людей. Я люблю все-таки ходить по людям. Не по рукам, нет. Ходить по людям. У меня подружка в делке. Танюшка Николаевка. А где вы были? Приходим домой, будешь спрашивать, где вы были? Да, по рукам ходили. Так вот, новости. Последние новости. Кто-то, работник ресторана, обнаружили возле дверей ресторана маленького мальчика, трёхлетнего, абсолютно голенького. Как настоящий мужик, первым делом он пошел в ресторан. Ну, конечно, естественно, тут же сразу звонят 911, потому что здесь такого нет, чтобы дети сами гуляли по улице. Это невозможно. Мальчика арестовали родители. Мамаше 28, папаше 37, конечно, убасанные какие-то, уботанные. Ну, я не пьяница или наркомана, я не знаю. И них там еще, по-моему, пару деток маленьких. Ну, короче говоря, теперь их лишают прав. Их уже лишили прав, нужно сказать. То есть детей забрали все это, однозначно их уже лишили прав. Там даже без суда, без следствия. Просто лишат прав. И детей отдадут на усыновление. Я почему на этом так останавливаюсь, потому что я помню, у нас в дворе жила отцовская людка. Царство Небесное, она умерла, она сбилась и умерла. Вот у неё было пятеро детей, и она их рожила так, как собака. Им непонятно, в котором я нам паре, вся эта. Вот последняя, последняя она риску родила. Я помню этот ужас, когда мамаша уходила на несколько дней. Это бедное дитё стояло, плакало в окошке, голенькое. Ну, естественно, естественно, мы её забирали. У нас соседка была, она просто выбила стекло, забрала ребёнка домой, побыла, накормила. Ну, а кому позвонить? Некому позвонить. Это бесполезно кому-то звонить, потому что чужие дети в нашей стране нафиг, это не нужны. Здесь, конечно, насчёт этого всё очень-очень быстро. Ну, то же самое здесь с бездомными собаками. Здесь невозможно видеть бездомную собаку на улице. Ну, собаку на улице можно видеть. То есть собака где-то бывает убежит там из-за ворот, но она не будет там худая, битая там или какая-то. То есть такого нет. Я когда помню прилетели мы с Ваней в 2009 году в Киев, и первое, что я увидела, я, когда вышла с аэропорта, я наткнулась, мы наткнулись на двух бездомных собак. У меня сердце сжалось. Я видела этих бездомных собак тысячу, в миллион раз в моей стране, но никогда я не обращала на это внимание. На это внимание как-то, ну, как-то есть и есть, как в виде такси там. То есть мы жили там, все казалось нормально. Но когда уже поживешь здесь и понимаешь, видишь эту жизнь, и прилетаешь туда и поневоле, не потому что я плоха, не потому что я хочу сказать, ой, там все плохо. Нет, я так не хочу сказать. Но просто поневоле вот этот стиль жизни и тот стиль жизни, он поневоле сравнивается, и, конечно, и сразу такой какой-то шок. Когда я увидела этих двух некорменных собак, голодных собак, у меня, конечно, был шок. У меня первое желание было позвонить 311, а потом, ну, стоп, я в Украине, я не здесь. Ну, так вот, по поводу вот этого маленького мальчика, которому, слава Богу, забрали у этих предупрежденных родителей и все это прочее. Тут даже есть такая система, что полиция будет благодарна всем, кто уведомит, допустим, полицию о том, что, ну, допустим, бывает, там, идти и бьют. Не каждый ребенок, пожалуйста, не каждый. То есть тут это очень приветствуется, что позвонить в полицию и сказать, вот я видела ребенка с синяки на руках, на ногах, там, либо что-то. А уже не важно, просто позвони и скажи, а там они сами приедут и будут узнавать, почему и что, и как. То есть тут, конечно, насчет этого очень, очень все серьезно. Ребенок, если ребенок, и не приведи вас больше, кому-то там обидеть тут ребенка. Или там не покормить, там или еще что-то. Итак, это была, это была первая новость. А какая-то была вторая новость, я уже забыла. Как про первую, я доверю. Там у меня автоматик спрашивал на видео, оправдали, что права можно получить, права на вождение машины можно получить в Америке в 16 лет. Да, в 16 лет можно получить права, но не знаю, как по другим штатам, знаю, потому что, может, я немножко подзабыла, честно, я даже подзабыла про 16 лет. Чтобы напомнить, я просто открыла книжечку, посмотрела, чтобы освежить свою память. Оно так, мне пришло и ушло, я тут же раз и забыла. Так вот, здесь права можно получить в 16 лет, но есть маленькие ограничения. Значит, 16-летние подростки, ну, в таком возрасте, они имеют право ездить только в дневное время, ну, до 11 вечера сами за рулем. После 11 часов вечера возле ребенка, вот тут же, возле подростка, должен находиться кто-то взрослый с драйвер-слайдс или родители. Тут отношение, конечно, к спиртному тоже просто поразительное, я уже рассказывала. Значит, если несовершеннолетний, несовершеннолетие здесь наступает 21 год. Если несовершеннолетний до 21 года, мальчик или девочка управляет машиной, и полицейский остановит и увидит пустую бутылку из-под пива, либо бутылку с пивом, либо там, я не знаю, что, ну, вот. Значит, даже в багажнике ребенка просто лишат лицензии. Это очень серьезно здесь. То есть и даже взрослым людям, то есть если полицейский остановит, увидит бутылку из-под спиртного пустую, ну, мало ли закатилось как-то, все. Это не лишат, но во всяком случае будут большие проблемы. Значит, взрослым позволяется, позволяется перевозить спиртное в багажнике. Но, если, допустим, ну, к примеру, открыли бутылку вина, выпили немножко, и кто-то говорит, забери с собой, я должна закрыть эту бутылку спиртного. Я должна поставить ее в какую-то сумку и застегнуть, чтобы не было видно. Потому что, если полицейский остановит, бутылка уже отбита, это будут очень большие проблемы. Но позволяется перевозить эту же открытую бутылку, но, чтобы она была, как бы, в месте, где, это, спрятано. Ладно, вот я уже почти подъехала. Мои плазик торговые. Сейчас я люблю, пойду, сейчас пойду. Гость-бай. Вот я хотела показать, сейчас потихоньку, вот сзади никого нет. Вот я хочу потихоньку показать, как много вот в этом озере белых лилий. Я всегда проезжаю, всегда хочется остановиться и просто снять вот эти белые лилии. Ну, ладно. Сняла. Вот эта большая торговая плаза. Ваттер Форк Лэй. Никак я не могу запомнить название. Как только я Ваттер Форд, и как только я этого не называлась. Вот тут любимый магазин. Парти Сити, ИДЖЕЙ МАКС, БАДАН БЕЙОН, РОС, ОЛД НЕВИ, ВАНСИН НОБЛ КОФЕ. Но это только здесь, как бы, вот в этом. Там еще дальше, еще куча магазин. Ну, сейчас я прямиком, прямиком еду. Наверное, выпью кофе. Или нет, наверное, куплю камеру. Потом пойду пить кофе. И заодно попытаюсь ее собрать. Так. Где приехала? Моя любимая, или мой любимый, Банера Бред. А как же я этот супчик люблю? Банера Бред. Хлебушек такой всегда горяченький. Вот книжный магазин Барсен Нобел. И там кафешка. Так, где мой любимый? И вот там, с той стороны, громадная торговая плава. Такая же, как здесь, по величине. В общем, сюда надо приехать, вот на эту торговую плаву. И потратить здесь пару дней, для того, чтобы все это посмотреть и увидеть. Много ресторанов. Много кафешек. Много, абсолютно все магазины, наверное, есть, которые такие вот, как бы, супер знаменитые. Ну, такие вот, марки такие, по всей Америке. И вот он, мой любимый Бестбай. Вот она, моя птичка. Девочки такие тёстенькие. Так, я немножко их объеду. Итак, я сейчас куплю себе камеру, которая будет, качество съемки будет, наверное, супер замечательное. Ура! Я созрела. Так. Ну всё, паркуюсь. Мой любимый Бестбайчик. Пошли. Пошли. Так, а как теперь вот это снять всё? Теперь на пять минут. Итак. Пошла? Всё, до свидания. Всех люблю. А, забыла тумблер. Всё, включила. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...